Две ключевые фигуры – глава курорта и депутат, представляющие интересы Анапы на государственном федеральном уровне. В первую очередь к ним на прием устремились руководители социальной сферы. Озвученная ими проблематика касается не одного десятка человек. Ответственность Татьяны Громыко, заведующей 18-м детским садом, одной из самых больших в крае учреждений дошкольного образования. Муниципалитет ежегодно выделяет средства на ремонт здания и создание комфортных условий для воспитанников. За последние три года свыше 24 миллионов рублей. Еще пять в срочном порядке необходимы на ремонт кровли. Значит, давайте я посмотрю, сейчас пришлю людей, они осметят по новой. Само же компания, которая будет делать. Хорошо. Да, Сергей Павлович, мы сделаем так, напополам. Я не думаю, ну может быть пять и будет, а может быть, а там на ремонт или на замену? Нет, это полностью. Пять это полностью. Да, она сказала, там двух специалистов. Ну, латать смысла нет. Латать смысла нет. Начальник управления здравоохранения отчитался о ходе ремонтных работ в городской поликлинике. Капремонт, холла, регистратуры, входной группы оплатит Иван Демченко. Первый транш – один миллион рублей – уже перечислен. Мы купили, согласовываясь все это с докторами, с заведующей в первую очередь, это не мое, там решение было, не курирующего зама. Значит, самое необходимое мы купили, оснастили кабинет афтермологический, там компьютерный комплекс для диагностики заболеваний и подбора коррекции зрения. И купили целый, как бы, перечень медицинской мебели. Ну, они вещи не очень крупные, но их просто не было у нас. А они нужны? Они очень нужны. По табелю оснащенности все строго, в соответствии с тем, что должно быть. Вот, все это уже сегодня реально в кабинете стоит. Пользуются врачи, пользуются люди этим. Вы сейчас посмотрите по участковым больницам, где нужны УЗИ. У вас в Анапске 100% нужен? Да. Правильно или нет? Это уже было. Сделали уже. Мы переговорили Юровка и Анапска. После аудита, сметы расходов и утверждения главой курорта депутат готов перечислить оставшиеся 2 миллиона рублей. Потратить средства максимально эффективно, твердые условия Демченко. Для Юровки в этом году приобретут аппарат УЗИ. С частным вопросом на прием обратился Виталий Сероштанов. Но финансировать строительство магистрального водопровода еще на одной улице Анапской муниципалитет не может. Центральные сети есть. Позаботиться о сетях разводящих должны частники. Это частные домовладения? Частные. Значит, никто вам дом, сюда воду за счет бюджета везти не будет. Понятно вам, да? Делайте кооператив, складывайте деньги, нанимайте подрядную организацию, она вам сделает, тех условий вам дадут на подключение сюда. У вас уже трудное подготовление. Здесь это ваш водовод, понимаете, в чем вам нужна вода. Но магистральный. К магистральному вам дают подключение бесплатно. Главы сельских округов, руководители общественных организаций и творческих коллективов побывали на встрече с Сергеем Сергеевым и Иваном Демченко.